Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Лучшая тактика – профилактика. Специалисты госэнергогазнадзора напоминают о правилах поведения в Близилэб. Предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа. Какова цена мгновения? Краденое дешевле купленного. В Могилевском районе задержали водителя МАЗа, который заправился окрашенным топливом. Штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Оно того стоило. Умная теплица. В Бобруйском районе выращивают европейские ели. Елочка достается с кассеты и с комом земли. Транспортируется в лес. Где обновится массив? А также миллионный каравай, детское пособие и домашний зоопарк. В августе вступит в силу запрет на содержание в жилых помещениях и на приусадебных участках некоторых животных. Кто в стоп-листе? Уборочная в самом разгаре. Президент с рабочей поездкой посетил Слуцкий район. Разговор начался в хозяйстве Козловичи Агра. Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание аграриев на важность расширения ячменных площадей. Климатические условия Беларуси с погодными перепадами не всегда позволяют вырастить ожидаемый урожай. Однако в помощь агрономам уже пришли и технологии, и техника. В хороших кормах и зерне нуждается животноводство. Я не хочу, чтобы мы заболтали этот азимый ячмень. Уже мы то понимаем, аграриев, что такое азимый ячмень и почему там президент давит на эту культуру. Но другие думают, а вот тут вот как Хрущев когда-то кукурузный початок показал и все поехали. Да нет, для нас азимый ячмень спасение. Прежде всего потому, что он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. После весны наиболее увлажненная почва. И вегетация у него май-июнь месяц. Если бы не весна такая поздняя, мы бы уже в начале июля его убирали. Ну 10 июля где-то убирали, так же? Да, да, да. Поэтому для нас это спасение, особенно вот на южных рубежах. Поэтому со всех позиций азимый ячмень надо возделывать. Да, в советские времена я помню, наплевательски к этому относились. А сейчас мы видим и технологии, и техника другая, люди другие. Сейчас мы запросто можем хорошее урожае получать, ячменя. Ну так надо смелее пробовать. В целом по стране убрано свыше 13% площадей. А накануне вечером намолотили первый миллион тонн. По этому поводу даже испекли символический каравай. Как докладывают главе государства, регион готов к массовой уборке на 100%. Параллельно заготавливаются корма. После республиканского селектора удалось набрать темп. Хотел сэкономить, но в итоге остался еще и должен. Сотрудники Могилевского рода остановили водителя, который заправился краденным дизелем. Шофера МАЗа тормознули в деревне Константиновка. При проверке оказалось, машина заправлена окрашенным топливом. 40-летний житель Круглого признался, солярку приобрел у неизвестного мужчины и сразу же залил 160 литров. В отношении мужчины составлен административный протокол. И ему грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Такие случаи за дня в день повторяются. Кроме того, госавтоинспекция усилила контроль из-за сельхозтехникой во время уборочной кампании. Без нарушений не обходится. Чаще всего попадаются бесправники и водители под шофе. Последний шанс – детское пособие и новый призыв. В августе белорусов ждет ряд изменений. Кто получит отбавку? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С августа увеличатся пособие на детей до 3 лет. На первого ребенка запласят 556 рублей 5 копеек. На второго и последующих 635,48. На ребенка-инвалида почти 715. Суммы будут актуальными до 31 января 2023. Всего поддержку получают более 238,5 тысяч малышей. В ВУЗах продолжается подача документов, но только на платное отделение. Попытать счастье можно до 8 августа включительно. Что касается зачислений, то в большинстве учреждений на бюджет принимают до 4 числа. На оплачиваемую форму – до 10. Тем временем открыты двери и в СУЗах. Выпускникам, которые никуда не поступили, у кого нет уважительных причин, придется примерить сапоги и камуфляж. Указ распространяется на парней старше 18 лет, не имеющих права на отсрочку. Призовут их на срочную службу или в резерв в августе-найбре 2022. В стране повысятся трудовые пенсии. Это касается всех видов по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Сумма увеличится на 10%. В целом на выплаты в этом году запланировано около 16 миллиардов рублей. Изменится и бюджет прожиточного минимума – вырасти до 328 рублей 50 копеек. С августа вступит в силу запрет на содержание в жилых помещениях и на приусадебных участках некоторых животных. В списке – королевская кобра, питоны длиной более 4 метров, все виды морских черепах, семейства медвежьих, шампанзе и журавлей, а также лев, тигр и пума, плюс росомаха и африканский страус. Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи вблизи ЛЭП, особенно с использованием грузоподъемной и автотракторной техники. Специалисты Госэнергогазнадзора проводят комплекс профилактических мер. Подробности у Татьяны Горбач. Их работа, безопасность людей требует особого подхода и высокой ответственности. Сотрудники Госэнергогазнадзора следуют этому правилу неукоснительно. Контроль осуществляется круглый год, да и профилактика на высоте. С правилами поведения монтажных работ вблизи ЛЭП инспектор знакомит машиниста автокрана. В охранных зонах линии электропередачи без письменного согласия их владельцев запрещается производить строительство, выполнять погрузочные-разгрузочные работы. Запрещается проезд машин и механизмов, общая высота которых от поверхности дороги превышает 4,5 метра. Любителям экстремального селфи необходимо помнить. Влезать на опоры и набрасывать на провода посторонние предметы смертельно опасно. Так же, как и разводить костры вблизи ЛЭП и ловить рыбу. Нельзя складировать материалы, производить посадку или вырубку деревьев и кустарников. Нарушение этих жизненно важных правил чревато травмами, пожарами и перерывами в электроснабжении. Административным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа физическим лицам до 20 базовых величин, ИП до 50 базовых величин и на юрлиц до 200 базовых величин. Последнее время в стране участились случаи нарушений требований правил охраны электрических сетей при работе с использованием грузоподъемного и автотракторного транспорта в охранных зонах ЛЭП. Госэнергогазнадзор напоминает, отсутствие контроля за организацией производства и пренебрежение техникой безопасности может стоить человеческой жизни. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Зелёная зона в питомнике Бобруйского лесхоза восполняют по цири леса. Ещё в начале июня специалисты запустили в работу умную теплицу. На площади в шесть соток высадили свыше 2000 европейских елей. Современный парник оснащён компьютерным оборудованием. Все процессы доведены до автоматизма. При необходимости полив и подкормка производятся одновременно. Под особым контролем и температурный режим. Когда посадочный материал достигает своих размеров оптимальных, стандартного размера, это 18 сантиметров для ели, он пересаживается, ёлочка достаётся с кассетой и с комом земли, транспортируется в лес на место посадки. И однозначно это будет рассаживаться в лесах нашего Бобруйского лесхоза. У нас 12 лесничеств. И в каком лесничестве будет потребность посадочного материала ели, там она и будет высаживаться. Вращивание хвойных в открытом грунте занимает не меньше двух лет. В теплицах достаточно всего несколько месяцев. Со следующего года здесь планируют высаживать ели как минимум два раза в сезон. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»